Вяжем майку змейка. Змейку мы выбрали. Теперь подбор цвета. Выбираем пряжу. Решили для разнообразия выбрать голубую основу. Очень красивый цвет. Яркий, позитивный, нарядный. Но сейчас хочется чего-то более спокойного. То есть этот голубой цвет нужно немножко разбавить. Чем разбавлять? Мы провели голосование и большинством голосов выбрали как пару соломинных цветов. Смотрится очень классно. Нежно, романтично, позитивно. Я, кстати, сама выбрала это сочетание, но для нашей цели оно не подходит. Потому что оно очень светлое. А изделие у нас с огромными дырками. То есть оно требует подложки, чехол. Не каждое тело может вынести вот такие огромные дыры с таким изделием. Поэтому чехол, какого цвета чехол? Если чехол темный, то да, такое сочетание идеально. Потому что темный чехол, светлая пряжа. А если чехол светлый, пряжа темная. Иначе не будут видны дырки, не будет видна фактура нашего изделия и бессмысленная работа. Если же вы не знаете, какой у вас будет чехол, может быть вы можете носить белую майку, может быть черную майку, каждый раз ее менять. Поэтому нужно универсальное какое-то решение. И мы его нашли. Зеленый и голубой. Кажется, что должно быть грубо, резко. Но на самом деле, посмотрите, какой чудный оттенок в итоге получился. Практически цвет морской волны. Очень позитивно. С одной стороны ярко, но с другой стороны так слегка притушено. Очень нравится. И самое главное, дырки отлично видны на светлом отверстии и отлично видны на темном. Универсальное решение найдено. И здесь такой небольшой заброс к любителям неверенных накоплений пряжи. Хомячить пряжу мы любим все. Но мы все время забываем при этом, что, как правило, у нас не проекты под пряжу подбирают, а именно пряжа под проекты. Именно поэтому у многих эта пряжа зависает месяцами, годами и портит нам настроение. Так вот, небольшой совет, чтобы такого не было, когда вы выбираете себе пряжу, выбирайте такую, которая сочетается между собой, которую можно миксовать в разных сочетаниях. Она будет уходить быстрее, не будет портить вам настроение и быстрее превращаться в замечательное, красивое изделие. А в следующем видео я вам покажу, как можно очень интересно оформить край такого узора. Потому что изделие нестандартное и отделка должна быть тоже нестандартная. Не пропустите следующее видео.